здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огорода зимняя теплица дорогие мои друзья в этом видео мы с вами продолжим наши посадки сегодня мы посеем с вами лобелию способом про который я вам говорила он очень простой без всяких забот хлопот вырастает на шабабель и и сейчас мы с вами посеем а потом я вам ставлю сюжетик и покажу вам значит результат посадки вот того года что получается вот из таких вот значит из такого метода что получается уже к началу мая лобелия дорогие мои друзья я буду сеять вот такое вот фиолетовое море лобелию значит это лобелия значит формирует низкорослые такие сильные такие кустики красивые такую можно сказать подушечку цветет она очень долго и обильно но очень часто у людей не получается ее вырастить потому что семена у нее ну просто безбожно мелкие вот просто пылинки несчастные сейчас я вам покажу я вот так вот открыла и сейчас я вам покажу что это такое вот это вот просто вот меньше наверное нету ничего вот такие вот семян очки лобели друзья мои сеять я буду вот в такие стаканчики у меня стаканчик 100 миллилитров значит внизу я делаю вот такой вот дренажное отверстие просто отрезаю вот такой вот кусочек значит и отрезаю вот этот жесткий край стаканчик а для того чтобы в мой значит в мой ящик поместилось намного намного больше лобели чем чем это может поместиться жесткими и так мои хорошие я насыпаю в эти стаканчики землю вот так вот насыпаю столько земли ничего не уплотняю я делаю вот вот мое уплотнение два раза стукнула и это все мое уплотнение и я значит ставлю их уже вот в этот ящичек устанавливаю далее я каждый каждый проливаю растворчиком фитоспорина фитоспорин обеззараживает землю и защищает наши растения от черной ножки от патогенов всяческих гнили и грибов это очень хорошо это нужно сделать и так обработала все всю землю и теперь я начинаю посев семян дорогие мои друзья каким образом я это делаю вот я зацепила на пальчик не знаю камера видит и вас или не видит сколько здесь я не знаю может быть штук 10 и как бы вот вот этот вот мой один захватик да я начинаю равномерно так вот как бы пальчиками пальчиком перебирать вот так перетирать но без силы и вводить вот так вот над каким-то определенным горшочком вот только единственное что значит я делаю вот таким вот образом я ставлю вот такой флажок где я уже это сделал вот опять подцепила я вижу что многовато подцепила и я сделаю так значит скину здесь часть и вот эту часть еще какую-то перенесу сюда потому что я вижу что на пальчике многовато ну вы знаете с как очень сложно сказать ведь я же их не считаю вот сейчас вам покажу вот эту дозочка для одного горшка хорошо сколько и весь 20 30 я не знаю может быть даже и больше и так значит я здесь только половинку скинула вот еще раз сюда посеваю и так смотрите я ставлю флажок а для того чтобы не спутаться где я уже посеяла потому что их увидеть ну просто вообще уже невозможно так на пролитую землю я вот таким вот образом высеваю семена ничего страшного что там будет у меня не одна а просто целый пучок ничего страшного когда вы посадите перевалочкой потом в открытый грунт или в какой-то горшок то конечно же все разрастется и питания хватит абсолютно для для всех растений так мои дорогие друзья ну я не буду сейчас при вас все это делать потому что это в общем то так утомительные долго я поставлю сейчас флажок что закончила здесь не продолжу вам рассказывать как только я закончу сейчас все это делать я возьму раствор фитоспорина который находится у меня уже опрыскиватели и начну сверху опрыскивать свои семена тем самым я как бы их приучу к земле она как бы придавит к земле да вот это вот этот спрей а с другой стороны я обработаю семена раствором фитоспорина то есть семена будут тоже мои обеззаражены далее я беру полиэтилен закутываю этот ящик полиэтиленом и убираю его в рассадник на свету прорастают семена в теплом месте довольно таки скоро я думаю что на 5 6 день уже начинает появляться всходы знаете как всходы появляются ну как вот просто зеленые крапинки какие-то совершенно микроскопические зеленые крапинки дорогие мои друзья значит можно посеять и и не в лоточки а например вот в такой в привычный уже для нас контейнер я сейчас взяла вам показать как зашли у нас значит герани пеларгонии красного цвета мы пасе посадили их с вами вот буквально буквально вот 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 сейчас я тут у меня число в другом месте написано так и вот такие вот сходы дружные прекрасные уже появились а конечно же из рассадника уже я это убираю и я уже теперь их приучаю к значит к воздуху теперь у них вот так всегда открыт контейнер очек еще пару дней он будет находиться в таком состоянии позже его просто открою через два дня и так вот приучу их полностью к к воздуху дорогие мои друзья каким же образом посадить в такой лоток да также в точности как и вот в эти стаканчики все то же самое один в один только вы уже посеете все поверх земли и распределите вот по этому лоточку если вы пока не можете вот это вот почувствовать как вы сеете да и как падают семена если у вас пока не хватает опыта то можно значит положить слой снега один сантиметр на поверх земли но тогда фитоспоринчик аналите чуть чуть поменьше чтобы у вас тут не было заболоченности и вот уже поверх снега вы можете равномерно посыпать эти семена и вы будете точно видеть каким образом у вас падают семена на землю и как равномерно рассаживая уже из этих лотков можно просто брать вот так вот чайной ложкой подцеплять и брать кочки такие же кочки как получается вот в этих стаканчиках в теплице капельки у меня зимовали хризантемы сегодня я заберу и в зимнюю теплицу вот так они выглядят каждая в своем горшочке и закопан горшочек в землю и закидан вот такой вот мульчой я сейчас буду раскачивать горшочки и доставать их приготовила для назначить для них вот такой поддончик а также я приготовила мышам угощение потому что в в теплице пахнет мышами и сейчас я разложу брикеты против мышей я поместила хризантемы в холодную часть теплицы для того чтобы постепенно привыкли они к температуре завтра или послезавтра я перенесу их уже в более теплое помещение и заставлю их уже начать расти хризантемы находились значит в холодном помещении одни сутки далее я перевела их в теплое помещение и здесь они тоже простояли сутки теперь значит земля когда полностью вся отошла я полила хризантемы и теперь мне нужно обрезать вот эту всю сушнину вот это все нужно обрезать потому что туркура здесь нет сока уже движение здесь не будет и вот эти ветки уже ничего не дадут никакую почку вся хризантема теперь пойдет от корня травянистые растения она пойдет полностью от корня а это все я просто-напросто буду удалять оставляю я только лишь столбички намёточки вот такие видите где у меня подписано кто какая хризантем к все столбики вот такие вот и всю сушнинку я удаляю секатором оставляю всего лишь вот такой вот вот в таком состоянии горшочек все у меня только столбики и флажочки что я буду делать в дальнейшем сейчас они будут просто значит у меня стоять и я буду ждать появление новых побегов как только я увижу что хризантема перезимовала хорошо и у нее появились все побеги я пересажу ее в горшочек который будет вот настолько больше чтобы вот настолько может быть вот с каждой стороны где-то может быть чтобы два пальчика вот так вот земли у меня вошло в общем я ее пересажу и просто будет она у меня подрастать в теплице а далее я ее высажу уже в открытый грунт в клумбу и осенью буду любоваться шикарным цветением мультифлоры дорогие мои друзья сегодня я еще занимаюсь посадкой вербены гибридный посевом вербены это такой низкоросный очень компактный кустик который цветет такими красивыми шапочками зонтичками можно выращивать как балконное растение можно выращивать как горшечные а можно просто в клумбочке в общем это очень нарядные такие красотулечки цвета совершенно неожиданные получаются нравится мне бесконечно вербена поэтому я ее сажаю но у нее тоже такой довольно таки длительный срок поэтому я ее высаживаю часть какую-то я высаживаю в конце февраля но и в марте тоже еще можно ее сеять вполне себе дорогие мои друзья для посадки вербены мне понадобился вот такой вот парник я значит заполнила его землей слоем 3-4 сантиметра пролила раствором фитоспорина я сделала вот таким вот старым маркером бороздочки просто вот так вот я брала его и нажимала слегка вот такая получается бороздочка значит в эти бороздочки я раскладываю семена семена довольно таки крупные овербены они похожи на островы и вот сею я очень часто потому что овербены всхожесть ну так себе прямо не сказать что очень хорошая конечно семена если свежие то все вообще никаких вопросов к ней вообще нету и я теперь засыпаю слоем земли приблизительно наверное сантиметр вот такой потому что семена довольно таки крупные и когда они всходят им нужно скинуть оболочку в общем ну им нужно такой слой земли для крупных семян очек так значит я засыпаю и сверху я вновь обработаю раствором фитоспорина теперь уже поверх землю потому что земля которая вот это сверху мне новая поступила она у меня ничем не обработана так готовенько дело теперь я проливаю растворчиком фитоспорина все без фанатизма все очень слегка поливаем никакого болота мы не делаем дорогие мои друзья сейчас я просто закрываю крышечкой мой парник и отношу рассадник в рассаднике у меня температура 22 градуса прорастать они могут как на свету так и в темноте то есть свет им особо не нужно для прорастания потому что они у нас засыпаны землей я оставлю крышечку здесь у меня подписано сбоку когда и что я посеяла и ждем всхода дорогие мои друзья я приступаю к посадке питонии махровой она находится в драже для этого я также приготовила контейнер и три сантиметра земли дренажные отверстия поддон для стока излишней влаги да и потом чтобы туда вообще не сочился какой-то мусор не мусор а вот вода с землей а также я всю эту землю я обработала раствором фитоспорина и значит сию теперь семена семена находятся вот в такой капсуле пакет в пакете находится вот такая капсула а в капсуле находится 10 драже 10 драже вот такие вот сейчас вам покажу вот как они выглядят такой вот в желтой оболочке и я с помощью зубочистки поштучно их раскладываю сейчас я несколько оставлю чтобы разложить так дорогие мои друзья я беру на зубочистку одну штучку сейчас я и только увлажню вот в лечке так я беру одну штучку и выкладываю через сантиметрик через полтора наверное следующую выставляю из через сантиметрик полтора следующую через схожесть я не знаю какая поэтому посею я почаще и у меня в результате получается вот такие вот рядочки сейчас вам покажу вот здесь вот первый рядочек он выстроен вот его видно наверное да вот что это драже сейчас я так выставлю рядочками все вот эти семян очки взбрызну их раствором фитоспорина сверху для того чтобы увлажнить вот эту глазурь как в которой находится со сами семена если не взбрызнуть то глазурь может не разойтись поэтому обязательное явление если нет фитоспорина значит хотя бы просто водой и потом я это закрываю значит закрываю крышечкой и отправляю в свой рассадник а вы отправляете на подоконник прорастают они на свету в теплом месте дорогие мои друзья весь февраль я буду продолжать сеть баклажаны перцы прямо партиями постепенно постепенно но весь февраль мой будет занят вот этими паса посадками ну и в конце февраля я займусь посадками в самом конце самых последних числах когда закончу перцы и баклажаны я посею лук паре и лук эксибишен но это уже в другой серии а если это видео вам понравилось то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное землетелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока а